14 02 18 поехали вот сегодня я хотел бы опять этих приклятых коммунистам чтобы не на ним покрышки как жалко время свои минуты жизни тратит на этих ничтожнейших людей с их ничтожнейшими вот этими идейками с этими вот этих про всяких какого рода проходимцев которые вот на этой проблеме спекулируют играют с дьяволом и потом могут от своей же руки пасть посол по собственной дурости тупость вот я хотел бы сегодня такой аргумент грудинина такая ну как бы спекуляция у него возникло 282 статья у поднял упомянул полковника квачкова который сидит у нас заключение по политическим мотивам вот я хочу сказать ну и сказал что вроде как эта статья никуда не годная так сказать и вот знаете вот я бы тут даже бы где-то с грудинином согласился вот не должно быть у нас политических заключенных я вот сам с полковником квачков где-то я согласен когда он говорит о чубы си мне нечего прибавить и когда же он говорит по многим национальным вопросам не есть что ему сказать что ему возразить но я сейчас немножко другом ну как военный человек он может быть и достаточно грубые ну и вот как бы почему я скажем здесь вот с грудининым но не я с грудининым я задолго до грудинина этого высказывался что это недопустимо почему недопустим вы знаете такие как в очков это теоретик воен один такой полковник способен выиграть всю войну какой-нибудь масштабно и когда таких людей арестуют то не знает что творят какая-нибудь судья какая-нибудь потом когда ее будут молотить ядерными ракетами когда ее будет поливать гептилом когда ее будет травить хлористыми соединениями тогда на коленях приползет а если будет там хочу и грудинин как бы вроде бы за то что скажет так вот человека арестовали я согласен что до арестовали но я бы хотел сказать господину груди на нину чья бы корову начал им я думаю вот из истории кого бы нам сравнить с полковником ковачков но я бы сравнил его с полковником старину она тоже так сказать маршал диверсионно-разведывательные каких-то диверсионных операций на чего не могу назвать он вообще прославился еще в испании вот если такой человек руководил не джугашвили глупые а такой вот человек руководил то мы бы войну в испании выиграли вот и защитили может многих испанцев от каких-то там расправ каких-то по политическим мотивам угоду гитлера муссолини соединенных штатах великобритании где они все поддерживали потом они нас еще обвиняют в сговоре с гитлером вот этим вот эти самые люди смешную еду еще книжки к там этот проходимец который присвоил себе имя генералиссимуса пишет о том что мы тут вот не сегодня завтра бы напали на германия ну вот как бы я хочу вот какой момент осветить вот все ну вот просто я говорю о полковнике старину многим это имя не специалистами неизвестно так сказать я немножко поясню этот человек остановился один ну не один группка небольшая их целую итальянскую дивизию на три дня на три дня ну как он сделал шел поезд зацепил веревку с двумя шинами шины были спрятаны большое количество этого тротила и все это затащили в туннель в туннеле все это грохнуло дружно и когда самое главное то не то что уничтожили вот этот весь состав то там все сгорело к чертовой мы там три дня полыхал пожар понимаете как все было рассчитано и дивизия это топталось а войти в туннель она не могла вот именно полковник старина писал своих что вот это война железнодорожная она ведет самым нелепым образом он критиковал всю вот эту так сказать кто войну которую мы вели потому что часто вы знаете германские войска возглавляли офицеры генерала выше которым было по 60 по 60 лет они все участвовали почти в первой мировой имели колоссальный опыт а джугашвилевцы вот такие как грудинин вот такие как прохана они в порезали командный состав даже красной армии уже игру пробил армию изничтожен но и красные офицеры они же имели какой-то опыт ну и их так сказать дурошлепы эти вот ходовые бины грудинин и по вырезали ему сейчас восхищаться груди и вот чему тут 282 статья но я еще расскажу может быть это может повезло человек нет не повезло дело в том что вот именно этот человек когда встала в тупик все партизанское движение почему потому что немцы начали овчарок использовать и партизаны не знали чё делать чё делать и балбес джугашвили не знал чё делать полковник старинов знал что делать вот эту взрывчатку распылили до состояния перца так сказать и посыпали пути собаки они же ими же не объяснишь они везде нюхали этого везде лаяли немцы рылись и ничего не могли найти то есть вот посмотри игра ума вот это совершенно свойственно для таких как джугашвили груди не тут у тупицы тупиц природных и вот знаете и еще еще изобретательность этого человека не знала пределы дело в том что в одном из городов собрался ними зданием пришли немцы заняли штаб штаб ну капитальное здание хорошо оборудованы но явно что его немцы должны были как-то оприходовать и они его приходовали они туда так сказать влезли и и вот они начали искать на и вот каких только ловушек им старинов не поставил и они все походили немцы они же тоже не были не дураки уголь они разбирали кучу угля и каждый уголечек они со страхом разбирали что сейчас уголечку берешь и рванешь и они находили мины и они обезоруживают и в конце концов они докопались даже нашли и обнаружили супер так сказать где уж они решили что все они поставили старинного мат мину такого которая действовала от радиосигнала то есть а этого не был у германии даже не было так а у старинного не были и вот тут они значит поставили офицера который наблюдал смотрел что будет происходить а работает ли вообще вот это вот вся система фигня но они конечно обезвредили этот капитан там немецкий сидел там и ну я не думаю тут тоже все блин мы так сказать и вот этот капитан сидеть на этот смотрит на этот взрыватель и вдруг он срабатывает срабатывает и он звонит пытается дозвониться а его уже никто не слышит потому что вот этот штаб генерал и 300 немецких офицеров просто взлетели на воздух просто были вот как бы то есть все таки это как вот в шахматах он пожертвовал им туру или ферзя пожертвовал и выиграл партию он уверил их в том что они да они докопались вот а бы а было еще вторая минус вот с таким взрывателем только она была вмонтирована непосредственно фундамент залито там выдал блин а почему фундамент те же опалубка там железные элементы попробуй камины искателями вот там обнаружил они он несколько раз им сдавал сдавал карта вы выиграли выиграли уверил и вот так это это какой-то моцарт диверсионной деятельности конечно такой человек мог бы изменить существенно ход войны как можно было на это не обратить внимание всем этим бесноватым придурка берет там всяким там судоплатовым и прочим вот и он сидел на приеме у сталин у джугашвили не будем порочить чужое имя у джугашвили и вот и я просто цитирую я и слышал его и он говорит какое счастье что я не попал на этот прием потому что я просто расстреляю потому что он человек видимо был прямой он хотел подвергнуть всю так сказать а вот диверсионную войну какой-то критики ну а чуть же джугашвили ну можно же не согласиться с человеком да но я и видимо от он же не просто так говорит такой человек не значит у него были данные что он болтался на ниточке даже такого человека они были способны так сказать уничтожить вот эти грудинины вот эти прохановы вот эти алфёровы вот это вот публик вот я хочу сказать ну мне кажется вот коммунист коммунист с 1970 года чубы ну как-то он спровоцировала полковник квачков очень ну как бы сказать человеком эмоциональны эмоциональны и поэтому он задал своим адвокатам такие невыполнимые задачи он столько наговорил как говорится в сердца что вот как бы так я считаю что вот как бы два как бы наша это судебная система говорит что он виноват я говорю что он ни в чем не виноват но как бы два момента но я хочу главная отста стану на сторону даже с позиции точки зрения что этих судей что они виноваты но разве можем мы поставить вопросы как какой-то юриспруденции какой-то безопасности государства конечно нет я на хорошо знаю нашу вот эту юридическую вот этот эти института я думаю что они не пойдут как там требует груди не на освобождение но я хотя бы можно же переменить если они уж считают человека виноватым но у него было не учтено с точки зрения судебной вот я в отличие от болтолога груди не на я конкретно говорю сейчас юридическое состояние здоровье что человек пожилой раз заслуги его не были учтены если даже его рассматривать как виноватым да и не было учтено что он был оправдан судом присяжных все это как бы вот не было учтено вот и также а вот такая как опция вообще полезность человека для государства для государственной безопасности вообще в наших законов не проговорит что считаю когда каким-то глупостью вот даже если человек якобы виновен в чем но он может принести пользу для государства и государства должно быть хорошо если они считают его виновным но пусть изменит хотя бы на это на какой-то домашний арест пусть у человека будут труды военные какие-то теории пусть он изучает пусть он пишет как я хочу даже сказать больше что вот на арест привести павла не очень умного царя даже да но павла первого когда суворов начал над ним насмехаться высмеивать эти прусские порядки вот эти как сказать парики вот эти неудобные костюмы вот и все вот это вот начал посмеять павел же ведь не арестовал он его вот он считал что его поведение преступно вот это александр васильевич суворов и сослал его в кончанское но где суворов написал книгу наука побеждать которая и сегодня сегодня является так образцом военной мысли которая вот сегодня может не только приносила и приносит и будет приносить громадную пользу для российского государства и по которым я подозреваю учились и мольтка и и тот же самый наполеон про которого александр васильевич суворов сказал всю тактику мою покрал ну и коли воришку встречу все верну что он собственно говоря и выполнил в италийском походе вот как бы так вот я хочу сказать и вот конечно но вот полностью отменять 282 статью а как быть с какими-то поганой партии как коммунистическая партия кампучи которая сожрала половину населения совершенно и считалось это норма вот если люди выходят с такой диалоги говорят мы не преступники в политике вот как как вот этот вот с этим случаем понимаете свобода словом она не подразумевает любое хорошее дело не надо доводить до идиотизм что если и организация как кпрф явно преступно если вот эти джугашвили все все преступники если они прямо провозглашают свержение конституционного строя только и чужие почему они не подвергается арест а полковник качков подвергается аресту вот это вот что он с арбалетом там ну интерес полковника грыл каким-то предметом военного назначения вполне закономеренно это не то что он кого-то там убить хотел там или что-то просто это какое изучение это как обдумывать вот и я думаю что это то и арбалет он не исчерпал себя как разведывательное диверсионное орудие и не разведывательное но диверсионное скажем орудие то есть вот и как бы но мне кажется все и все это в конечном счете было подстроено спецслужбами западными которые вот спровоцировали вот это вот все и вот как бы вот такая канитель ну вот а я мне просто смешно послушать про я вот так же считаю что ну вот вот эти ребята арестованные на манежной площади но они что они выступали за наведение права порядка на там пошли страсти кипеть и там обиды этот ударе полицей полицейский кого-то ударил они ударили полицейской и пошло и поехал понимаете для я считаю что совершенно не было какого-то общественного диалога каких-то переговоров просто совершили чисто по коммунистически вот так вот взять там репрессировать засунуть ребят там и конечно их надо было бы сейчас амнистировать особенно вот сейчас чтобы грудине ну не давать вот этих вот козырей понимаете потому что ну конечно у квачкова есть друзья в гороу и там прочее и конечно их коробит от того что вот как бы вот их товарища как бы арестовали я считаю что то я кстати говоря я еще буду и квачкова критиковать за вот там критика будет с моей стороны и по поводу определенных каких-то его политических воззрений на национальные вопросы но я их как бы даже вот выступает а против чего учения квачкова посадили завтра будут у власти ну как внуки квачкова они посадят внуков путина в тюрьму и вот так вот а вот это вот канитель пойдет и поедет и вот этот круг надо когда-то разомкнуть чтобы у нас не было политических заключенных вообще и конечно с ребятами с манежной конечно можно было вступить в переговор и соответственно если они требовали наведения правопорядка я не знаю но есть тысячи вариантов вплоть до создания добровольческой армии которая бы как не слабо какие-то правоохранительные функции то есть там можно было поговорить можно было все решить но у нас все решается вот именно по грудинецки по джугашвили вски поэтому вот мы имеем те вот плетемся наши два процента имеется напряженность в обществе вот я на такие серьезные вещи хотел поэтому я хочу сказать не те кто маршала рокоссовского будущее маршала ставили к стенке вот эти грудинины алферов расстреливали издевались вот представьте что у вас ставят к стенке кирпичный и он никто не говорит что это шутка что это розыгрыша же говорят что все серьезными лицами что у вас есть будут убивать вас будет расстрелив и человек не не сломался не как сказать ну буквально человек может и сойти с ума же при такой ситуации а от какого-то перенапряжение от какого-то ну ни на кого не написал не доноса ничего что от него требовалось вот эти грудинины алферовы гадости вот это требовали а он не подписал и вот эти люди мне говорят про политические репрессии я сам за устранение чтобы у нас не было ни одного политического заключенного хотя конечно коммунистическую партию как преступную банду просто надо просто запретить и всех членов его кстати говоря арестовать почему потому что ну вот давайте так господин ссора сейчас своим структурам он их тренирует у них прям тренирует как вот ссоров измаил трениров а он тоже им ставит задачи вот например он сейчас поставил своим структурам задачу доказать население что людоедство не есть что-то такое противное духу человеческого а что это совершенно нормальная ситуация но дуру проверяет обкатывает ситуацию что любую идею можно вот где-то зацепить потом ее продвигать продвигать это вот без сагона у михалкова можете посмотреть вот честью ситуацию ну давайте вот такую политическую организацию разрешим дадим им я думаю что всякий человек имеет свободу должен обладать всей полнотой свободы если он однако своими действиями не наступает на свободу других людей а вот если он наступает он уже или речь идет не о свободе слова а как бы о преступлении а наоборот о ущемлении свободу слова и гитлер же тоже мог сказать а ли чё я вот свободный человек я вот хочу так и делаю кому хочу того и сжигаю концлагеря и джугашвили наверно так а я решил вот этих крестьяна 17 миллионов загнобить ну и загноблю и все уже свободный человек ну давайте вот так поставил вопрос вот ну вот как бы я вот просто поделился с вами рассуждениями на эту тему потому что вот это демагогия льется а ей ничего не противостоит поэтому я думаю что а надо обязательно что-то как-то это рассылать ссылки на как-то воздействовать чтобы хотя бы по для того чтобы какой-нибудь грудинин там не засунул вас концлагерь не всякий человек думает что вот то зло которое ловится наверное для большинства из жителей россии ну идет какой-то вагон сифилисный запломбированный через герой ночью но идет идет и ничуть кого не трогать все думали ну нормальненько ну ну приедет ну и что а как оказалось сон разума рождает чудовище